Посмотрим, что Непетан Страшилки приготовила нам под Хэллоуин. О, привет, Диан. Привет. Вот, Сань. Ля, это кто, блядь? Я такую девушку не помню. Большой х** за книгу. Возвращаюсь к чаю. Мне очень понравилась сага о семье Игибе. Ей что-то похожее. Кого, блядь? Мое солнышко прочитать. Почитать. Хай, герл. Конечно. Если ты любишь жанр фэнтези и приключений, то тогда тебе понравятся трилогии часы. Трилогия «Солнышко мое» и... к маяку вселенной. Вот, смотри. Пока вышла самая первая. Круто, пиздец. Фрэнк Гиббонс, блядь. А Франческа Гиббонс. Охуйная фамилия, кстати. Все, давай, хватит мне свою книгу рассказывать. Когда Страшилка-то... А, блядь, ну, короче, я понял. Это уже Страшилка, ладно. Однажды... Давай. Стоп, стоп. Да смотри до конца. Что лучше? Взять CSGO Prime за тысячу рублей в Стиме или за 100 рублей на Лол Стим? Я думаю, выбор очевиден. Лол Стим это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Франческа Гиббонс. Вот, смотри. Пока вышла самая первая. Обложка говно. Есть трилогия. А, нет, не говно. Это подводный мир. Она называется «Сделка с чудовищем». А, нет, это не подводный. Или подводный. Не понял, нихуя. К этой книге создал всемирно известный иллюстратор Крис Ри... Да, Неля вписалась в какую-то мутную тему. Вы чё, долг-эба? Девушка вообще на Нелю не похожа. Причём, пишите. Идл. Расскажешь, про что она? Что за чудовище? Это книга про двух сестёр. Эмоджин и Мари. Охуенное имя. Однажды... Как нас... Так. Меня зовут Илья. Как бы назвать свою дочь? Назову её Эмоджин. Будет Эмоджин Ильинична Ивановна. Они погнались за мотыльку... Дааа! И обнаружили в дереве дверь, приоткрыв её и переступив через порог. Ебать, учёл, учёл никнейм Зуби, блядь. Обнаружили в дереве дверь, приоткрыв её и переступив через... Шоу, блядь? Иллюстрация фейковая. Настоящая иллюстрация. Вот она. Вот настоящая иллюстрация. Действующие лица. Мишель Гаджиева. Дарья Куданова. Через порог. Они оказались... Зуби, зуби, жаби, блядь. Кто ещё? В волшебной стране. Вот только попав в сказочный мир, выбраться девочки уже не могут. Так это просто спизженная история с Алисой Зазеркалья. Теперь они заперты там, где живут монстры, охотящиеся на людей. Где есть волшебные часы, предсказывающие будущее. Игра с собственным сердцем. Ебать, это пересказ Скайрима. Всё, больше не буду играть. Единственный, кто... Блядь, он с таким лицом сидит, пиздец. Ебать. Там туз, бубей, блядь. Игра с собственным сердцем. Единственный... Кладает ключами от двери и знает путь домой. Самое настоящее чудовище. Король монстров, Модрикраль. Кстати... Блядь, что-то набрасывает какие-то король монстров, блядь, дом монстров... Это какую-то хуйню. Так можно любую ебалу выдумать. Мне очень понравилась Эмоджин. Уверенная и бесстрашная девушка. Дарья Куданова вообще жёстко дала дрила, блядь, в Королях и Шептунах. Что за хуйня, блядь? Обожает приключения, часто выдумывает собственные и всегда знает, кто должен в них победить. Так это... Какой смысл так книжку читать, блядь? В чём смысл читать книжку, если ты знаешь, что добро победит? Вы же понимаете, что... Не, опять же, для детей это подойдёт, потому что дети любят добро, но люди, которые повзрослее, то есть мы с вами, вы же понимаете, что нет никакого интереса читать книжку, где ты понимаешь, что книжка закончится хорошо заранее. То есть, типа, ну, ты постоянно ожидаешь, что будет какое-то очко, что будет какое-то говно, то есть, типа, что будет какая-то концовка там плохая или что-то ещё. Если ты знаешь, что всё закончится хорошо, надо вообще эту книжку читать. У тебя похожа, Соня. Думаешь? Возможно, ты и права. Я тоже хочу такую книгу. Где она продаётся? Да просто забери, и всё. Книгу, сделка с человеком. У меня какой-то хуесос, до сих пор мне, блядь, диск не отдал с Соник Иксом. Я ему в детстве дал погонять, блядь, там охуенно было, там можно было за несколько персонажей играть. До сих пор книжку не отдал, гандон. О, не книжку, а этот диск. Можно заказать по ссылке в описании под этим видео. Что вы понимали, вот, ребята, вот Непету Страшилки уважают, ну, как бы, ну, все её зрители, поэтное дело, но среди известных людей Непету Страшилки уважают два человека. Это я и Франческа Гиббонс. Кстати, Франческа Гиббонс это второе имя Хез. Какой тыкву урвало? Я ли дотащила? Молодец, Алена. Я, кстати, пожилой Гиббонс. Какая ты все-таки продуманная. Я что-то не поняла, зачем нам тыква? Мы будем готовить тыквенный пирог? Нет, ты что? Что, ебанашка, блядь? Будем вырезать страшную рожу и внутрь... Твою рожу страшную сейчас режутся будем. ...ставить свечки. Не, она на самом деле симпатичная, я не хотел сказать, что она плохая. Скоро же Хэллоуин. Хэллоуин? Мама говорит, что это вообще не наш праздник. Ну и что? Не наш, не русский, блядь! Потому что мы русские, мы не празднуем эти американские дебильные праздники, блядь! Наша! Соня его всегда празднует. Правда, Соня? Ага. Говорят, что светильники Джек как отпугивают злых ду... Бля, прикинь, как над ними одноклассники угорают. На самом деле нет. Вообще, ребят, что вы понимали, без рофлов... Я смотрю Непету Страшилки, я типа, ну, разгоняю, да, какие-то приколы хуярю, но я не считаю, я искренне не считаю, что у Непеты плохие видосы. То есть без рофлов. Очень часто... Причем они реально монтируют реально что-то с разных ракурсов, бла-бла-бла. То есть, типа, они стараются, они реально круто делают. То есть на свою аудиторию, на аудиторию, условно, детей, которые любят сказки, они очень круто делают. То есть, опять же, да, по актерскому мастерству, конечно, тут не ахти, но они все равно делают классно. Жуков. Действительно. Кто? Я Жуков. Может, хоть раз будет у нас нормальная... Кстати, тыква ебаная очко, блядь. Я вообще не понимаю. Странно, что я не выиграл за это время. Да мне кажется, я и по кайфу, на самом деле. Вот как мне, типа, знаете, вот мне, как бы объяснить, мне по кайфу вот стримить вот так. По факту нихуя не меняется. То есть, типа, вот я сижу, так же какие-то шутки дебильные разгоняю, но вот не сижу перед тиктокерскими ебанами, не стелюсь. Вот мне по кайфу так стримить. Я бы вот так бы выстримил, блядь, хоть всю жизнь, нахуй. Вообще бы в хуй не дул. Тут то же самое, я и просто по кайфу. Так вот, что я говорил. Тыква это ебаное очко. Я вообще, блядь, в хуй не понимаю, кому нравится тыква, блядь. Типа, ну тыква это же пиздец. Ну, ну, лично мне. Мне тыква вообще не нравится, она невкусная. Чего еще раз? Ну, удача в его творчестве. Бля, я не могу, он с таким смешным лицом смотрит. Просто, блядь. Надо их поставить на окошко. Давайте скорее вырезать. Соня, тащи нож и черный маркер. Давайте лучше пойдем на кук. Бля, вот посмотрите, вот реально, вот не пету страшилки. Она снимает эти видео без остановки. У нее, блядь, синяки под глазами. Вот у меня, чтобы вы понимали, я сплю дико хуево. Вот, кстати, это тоже интересный факт. У меня всегда был дико хуевый режим. Я всегда не высыпался. Вся хуйня. У меня никогда в жизни синяков под глазами. Типа, ну, мешков никогда не было. То есть синяки были небольшие, но мешков никогда не было. Так, какую мордочку будем делать нашей тыкве? Мистера Яблана, прошу. Смешную или злую? Тебе пофига? Вы реально отмечаете Хэллоуин? Да. Да, мы наряжаемся в костюмы и рассказываем страшные истории. Я тоже хочу с вами. Можно? Конечно, можно. Нет! Готовь костюм и страшные истории. Давайте Сонин Драйв посмотрим на Бигу, я не смотрел. А что за костюм? Любой. Главное, чтобы он был жуткий. Вот, например, я в прошлом году наряжалась медсестрой зомби. Соня Уэнс Дэй Адамс. Какой же мне придумать костюм? Не знаю. А какой фильм ужасов ты любишь? Можешь мою маску надеть, просто моё ебало. Никакой. Я же еще... Пусть вырежут лицо Мазела, а то он своим ебальником всех распугает. Всех распугает. Иди нахуй, блядь. Ты ребенок, мне фильм ужасов нельзя смотреть. Не обязательно фильм ужасов. Можно хоть что. Просто сделай жуткий грим. И готово. Хорошо, я подумаю. Ну что, давайте резать? Не надо. Самый острый нож. Ну что, давайте резать? Фу, блядь. Фу, что это? Кровь? Да какая еще кровь? Это просто сок. Блядь. Ну да, просто сок. Фу, блин. Мне что-то теперь страшно ее резать. Блядь, знаешь, что я хотел бы? Вот по этому делу, что у Непиты, у нее контент для детей, но прикиньте, если бы она матом ругалась в видосах. Просто представьте, что... Ну да, просто сок. Фу, блядь. Фу, блядь, просто... Блядь, это очень смешно было бы, я бы на такое посмотрел. Фу, блядь, что-то себе такая... Страшно ее резать. Давай я. Надо сначала верхушку срезать. Ну вообще, кстати, идея светильники с тыквой прикольная. Вот я, кстати, ни разу в жизни не праздновал Хэллоуин, в принципе, даже в школе, нигде. И тематически я никогда не участвовал. Но я бы хотел бы, ну, честно попробовать просто вставить в тыкву какой-нибудь фонарик. Она же прикольная, у нее ебало будет прикольно сметиться. Опа, блядь, все, ебучка отлетела. Шо там? Актерская игра пошла? Что это? Это, кстати, баблти от Мисс Кэти из кого-то вопрос. Спасибо большое, 5-5-5-5-5. Что ты такое купила, Алена? Я не знаю. Это, блядь, похоже на этот, на Глинтвейн. Что это за... Бля, вот знаете, что я хочу, пиздец? Я хочу на каток и пить там горячий Глинтвейн на катке. Вот что я хочу. Гадость. Давайте ее выбросим. Голосую за. Ну, девочки, может это просто сорт тыквы такой? Чего вы сразу выбросили? Сжижи. Я, между прочим, за нее 200 кровных оттого. Вы такие, выбросим. Ну уж нет. Давайте просто вылим эту жидкость и всех делу. Ну, как хочешь. Держи тарелку. Она может в толчок слить, нахуй. Ты умеешь кататься на коньках? Да. Фу, блядь, мразота какая-то. Фу, оно еще и воняет. Алена, эта тыква протухла, кажется. Да ничего не воняет, ты просто придираешься. Бля, кто такая Алена? Она ее сестра? Мне просто интересно. Мне кажется, да. Вот, типа, ну, они как-то постоянно вместе тусят уже сколько лет. Сейчас я ее помою и все. Это вообще мама. Какая мама, блядь? У нее другая мама. Вы что, рофлите-то? Ну, это, кстати, просто кисель с маршмеллоу. Ну, вот и все. Ничего не воняет. А батя тогда кто, блядь, который зомби играл? Мы ее есть не собираемся. Сейчас я ее вырежу, у нас будет самый крутой светильник Джека. У меня, кстати, этот, вот тоже сейчас, у меня этот, Джек выходит сейчас. Ой, блядь, это, это пердильник Джека называется. А мы что будем делать, Сонь? Может, научишь мне делать макияжный Хэллоуин? Конечно. О, я... Конечно! Придумала, я тебе не знаю. Ха-ха, блядь. Делаю прикольную паутинку. Джек покинул стрим. Ха-ха. Это было, ребят, это был этот, ну, это был разъем Jack 3.5, если что. Так, давай макияж. Пошла вырезание. Это музыка из Call of Duty, блядь. Блядь, это музыка из Call of Duty, нахуй. Сори, ребят, больше спойлера не буду показывать. Я вахую. Ебать, она попробовала эту хуйню, и у нее глаза, смотрите, какие. Вот эта девочка, которая вот сейчас на экране, я не знаю, сколько ей лет, она, наверное, маленькая, но она, когда повзрослеет, она будет очень красивой. Это просто офф-топ. Тихо. Е-18. Ой, нет. Опять спойлер. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Опять спойлерит. Она будет очень красивой. Опять спойлерит, блядь. Простите, ребят, больше не буду. Ля, блядь. Блядь, они сейчас весь ролик будут показываться, как она просто облизывает пальцы после какой-то хуйни. Ну, как тебе макияж? Ну, честно, хуйня полная, вообще не хэллоуинский. Очень круто. И твой просто бомба. О! А давай запишем кружочек в мой телеграм-канал. Давай. Хм-хм. Ребята, как вам наши макияжики на хэллоуин? Ты уже вырезала тыкву, Алена? Ага. Я теперь тоже хочу в телеграм-канал записать кружочек. Как вам? А, смысл, а где ее глаза-то? К мой телеграм-канал. А, она все, уже отошла. Тыкву, Алена? Теперь в телегу спойлерит. Да, блядь! Ага. Как вам? Крутая. Ребята, что-то увидел, заспойлерил. Таковы правила. Тигрлянду или свечу? Окей. Бля, я не могу с актерской игры вот этой девочке слева. Сейчас я выбку уберу, секунду. Просто, просто посмотрите на нее, как она сейчас смотрит, как не питая, идет к столу. Я не могу, блядь! Спасибо, Челс, переулка. Вау, получилось красиво. Ну вот. А вы выкинуть, выкинуть? Ну, прости, Ален, что мы так сказали. Это все из-за этой странной жидкости внутри. Если честно, я такого раньше не видела. А ты, Диана? Это 100 рублей! Нет, никогда. Я, конечно, помогала бабушке с тыквами, но такого я никогда не видела. Ой, да хватит вам. Давайте я пойду и вылю все это в унитаз. Она же пойдет надо пить все. Да-да, вылей. Кстати, вот эта хуйня, знаете, на что похожа? Эта хуйня похожа, когда ты блю... Вот когда ты попил виноградный день... Когда ты попил виноградный день в девятом классе и блюешь после виноградного дня. И у тебя, типа, ну, блевотина в виде борща. Вот такая. А тут тошно на это смотреть. Я говорю, она сейчас пить будет. Хватит спойлеры. Да, блядь, я думаю, я просто предполагаю, блядь. О, Диана, давай я тебе покажу мои покупочки на Хэллоуин. Давай. Смотри, какие прикольные ободки. Он уже смотрел. Да хватит, блядь. Перем. Да какая амстратая хуйня. О, нет. Вот такую тарелочку купила. И уже думаю, что на нее положу. Печенье или мармеладные глаза. А вот графин в форме черепушки. Бля, из такого графина, прикиньте, как охуенно было бы пить какой-нибудь... коктейль типа Лонг Галланда, блядь. Бля, какой бы кайф. Вот просто из этого... Не, не, не Лонг Галланд. Какой-нибудь коктейль из бара под мухой, в который мы ходили. Прикиньте просто? Какой-нибудь вискаре с колой, бля, с кайфом, пиздец. Бля, я бы сейчас, конечно, выпил бы какого-нибудь вискаря, но мне нельзя, потому что я сейчас болею. Мне нельзя сейчас иммунитет ослаблять. И вам и четвертую отрицательную. Что это? Да это у нас с Аленой такой прикол. Увидишь. Такой прикол у них с Аленой. Куда же Ален? Ален? Блядь, иди нахуй! У тебя все хорошо? Ты куда там пропала? Ален? Это Алена там наебнула, блядь. Блядь, нахуй нет. Господи! Алена! Что с тобой? Тебе плохо? Да, мне плохо. Алена уебалась. Тебе на диван приляжешь? Я... Бля, вы конченые нахуй? А что случилось? Какой бред, ебаный. Глоба выкружилась. Не дошли? А живот не болит? Чуть-чуть. Ебать ее в ебало, да, конечно, с этой хуйней? После бухища. Бля, вот честно скажу, на самом деле это, блядь, это плохо. Это проблема. Потому что я сейчас бы с большим удовольствием выпил бы Лонг Галланд, блядь. Вот если тебе хочется выпить коктейль, это считается алкоголизмом? Мне кажется, нет. Просто обычное желание выпить алкоголь, это же... Так, что бы тебе дать? Сейчас... Пиздюлей просто, живительный пиздюль. Если батя видит, что я, блядь, ну, лежу в кровати и, ну, и как бы не пиздую в школу... Посмотрю в аптечке. Просто, блядь, он заходит... Так! Все, блядь. А где тыква? Что? Тыква. Она же стояла здесь, на столе. Да, действительно. Куда она делась? Кто мог ее взять? А дверь закрыта? Я не знаю. Алена последняя заходила. Сейчас проверим. Подожди, а тыква же реально на столе стояла, она же ее не забирала, блядь. Так, дверь закрыта. Может, в доме кто-то? Я не знаю. Только не спойлерили. Да я ничего не спойлерил, блядь! Ну что же, кто-то пришел специально, чтобы спирять нашу тыкву? Нет, это, блядь, в нее вселился демон, и тыква сама улетела. Да это же смешно. Ладно, значит, извини, тогда не знаю. Ань, а вдруг эта тыква паранормальная? Возможно. Она очень подозрительная была. Еще эта странная жижа внутри. А ведь Алена ее лизнула. Точно. Значит, она могла отравиться. Ну куда же... Кто хочет мою жижу лизнуть? Как дела, это тыква. Давай посмотрим в комнатах. Пойдем. Ебучие, блядь. Так. Бляжи, скример какой-то б... Соси мне, давай, быстрее, дрочи мне, кончай на меня. Хоррор, блядь. Чисто на окошке Фредди Фазбер, блядь. Ребята, а где она? Почему туловище летает без головы? Смешно? Примерь маску. Какую... Маску, которую ты сделала сама. БАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА... Что? Где Алена? Алена, ты где? Меня интересно стало, что там сейчас будет. Кто тыква? Ой, блядь, все, пизда. Но кто я испортил? Я не знаю. И где Алена? Алена? Что случилось? Все, блядь, сейчас будет жопа. Мы нашли тыкву, но у нее кто-то вырезал лицо. Это самый дешевый скин на маньяка в Dead by Daylight. Я вот так скажу, блядь. Это, это просто самый дешевый скин на маньяков в Dead by Daylight. Дешевле просто ничего нет. Блядь, ужас ебаный. Не, я говорю, это просто ужас, блядь. Да все, кот, иди нахуй. Я знаю. Ты чего ее напялила? Теперь я сделаю из вас светильники Джека. Блядь, кстати, на самом деле охуенный был бы маньяк. У братишки онлайн больше, это хорошо. Блядь, он реально сделал из них. А, блядь, я уж подумал, ебать, неужели видос без хэппи-энда? Я уже охуел на секунду, блядь. Я подумал, прикиньте, у Непиты видос без хэппи-энда. Да я уж подумал, нихуя себе, типа... Да нет, нет. Это был всего лишь сон. Приснится же такое. Ой. База. Такая довольная, блядь. Ставьте лайки, если хотите увидеть еще больше видео на Хэллоуин. Я хочу. Спасибо за просмотр, друзья. И до встречи на канале Непета. Блин, умеешь же кто-то так искренне, типа, делать? Ребята, спасибо... Сейчас. Ребята, спасибо большое, что смотрели... Остановите машину. Блядь, уебан, сука. Да блядь! Ребята, спасибо большое всем, что смотрите стрим на канале Мазелов. Или смотрите Перезаливы на канале Мазелов Лучшее. Трактор Мазелова. Тягач Мазелова. Режу Мазелова. Подписывайтесь на канал.